Ну и что, что красные? Они-то съедобные. А эти-то зачем? Они же совершенно черные. Апрель. Еще местами лежит снег, но жизнь в лесу уже пробуждается. Появляются первые цветочки, первая травка, солнышко так хорошо греет. И наступает самая ранняя пора для грибников. Уже можно начинать свою тихую охоту. Мы уже все истосковались за долгую зиму по своему любимому занятию. И здесь я вам покажу, с чего же мы начнем, с каких грибов, свой грибной сезон. Видите, впереди нас яркое алое пятно. Это первый весенний гриб саркасцифа. Саркасцифа предпочитает широколиственные и смешанные леса. Любит сырые низинки, канавки с водой. Растет на гнилых уже ветках. Гриб распространен и обычен по всей территории европейской части России, на Северном Кавказе, во многих странах Центральной и Северной Европы. Не все наши грибники любят саркасцифу, считают ее безвкусной. Однако китайцы, французы и некоторые гурманы России давно употребляют ее, и она им нравится. Тем, кто не собирал саркасцифу, стоит внести этот ранний гриб в число своих любимцев, так как гриб не только красив, но и вкусен. А после затяжной холодной зимы так приятно побродить по весеннему лесу, причем не просто так, а с корзинкой, и вернуться домой с грибным уловом. По консистенции гриб плотный, хрящевидный. И после отваривания он остается вот такого же ярко-красного цвета, поэтому очень красиво смотрится в весенних салатах, причем это поднимает и настроение, и аппетит. Можно добавлять в абсолютно любые салаты. Еще саркасцифу маринуют, тушат, можно делать начинку для пирогов и пирожков. Смотрите, какая красота! Причем на фоне такого серого леса, где еще пока мало красок, это просто очень красиво смотрится. А вот через несколько недель после саркасциф, где-то середины апреля, начинается уже сбор сморчков и строчков. Вот это у меня строчок в руках. Это уже классические грибочки, за которыми ведется охота. Растут они в одном месте и появляются в один период. Вот сейчас рядышком, с этим строчком, вот стоит сморчок. Сейчас я вам его покажу. Вот он красавчик. И вот эти два грибочка очень любят грибники и ведут за ними целую охоту. Сморчки растут в европейских, азиатских, североамериканских лесах. Сморчок обыкновенно заселяет даже Австралию и Тасманию. Так что весенние сморчки – популярный объект сбора по всему миру. В России они начинают расти где-то середины апреля и растут во всех лесах. Больше всего их встречается на лесных вырубках, опушках, на приоткрытых местах, где прогревает солнышко. Мнение о их ядовитости уже давно предано забвению. Кто-то из микологов рекомендует отваривать, кто-то пишет, что можно без отваривания. Я их отвариваю всегда 10 минут и отвар сливаю. А это у нас строчок. До сих пор вызывают множественные споры о своей съедобности и ядовитости. Гриб содержит гирометрин, действующий на печень. Ранее считалось, что ядовитым веществом в строчках является гельвеловая кислота, которая, оказалось, является не ядовитой смесью органических кислот. Ну и пока ученые будут из года в год делать свои новые открытия, мы будем, так же, как и наши предки, собирать строчки. Как-то мне написали, пожалейте свою печень, не ешьте эти грибы. Ну, сколько раз в год мы съедаем строчки? Ну, в лучшем случае, пару раз. А сколько раз в год мы, не будем ханджами, выпиваем водки, убивая свою печень. Поэтому выбирать вам, друзья. А я собираю эти грибы, отвариваю их пару раз по 20 минут. И, знаете, печень у меня в порядке. А это у меня десцина щитовидная. Близкий родственник строчков. Но, в отличие от них, не содержит ядов и токсинов. Гриб хрупкий, но по вкусу не отстает от строчка. Для меня это гриб-выручалочка. Порой приходишь за сморчками, строчками, а их еще нет, зато очень много десцины. И всегда возвращаешься с грибами. Ее можно и жарить, и тушить без предварительного отваривания. А из сушеных грибов получается ароматный грибной порошок. А это у нас притаилось. Видите, впереди черные грибы. Это урнула бакаловидная. Растет она в один период с саркосцифами и в одном месте с саркосцифами. То есть они рядышком растут. Съедобность урнулы бакаловидной неизвестна. Я так понимаю, никто не рискнул попробовать этот красивый черненький грибочек. Я его тоже не пробовала. Просто решила вам показать. Они такие прикольные, интересные. Ну и одни из первых. Поэтому, когда идешь по пустому лесу, тут у тебя попадаются саркосцифки. Ты их собираешь. А рядышком вот эти черные урнулы. Такие прикольные бокальчики. Но они, конечно, не объект нашей грибной охоты. Так просто для общего развития и разнообразия узнать о них. Вот такие вот урнулы. Опа! А это уже совсем другая грибная история. И начнется она позже. Так что всем пока-пока! Хорошего вам раннего весеннего сезона! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!